Сегодня в Хакасе день памяти. 5 лет назад, 17 августа 2009 года, произошла катастрофа на крупнейшей в России Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Погибли 75 человек ровно в 8.15 утра. В Саяногорске, Черемушках, на всех предприятиях, учреждениях и ведомствах работа замерла. Память погибших почти минутой молчания. Отмечу, что против высшего руководства станции сразу после трагедии завели уголовное дело, но и спустя половину десятилетия никто не наказан. На этой неделе родственники погибших вышли на пикет. Люди протестуют против затягивания судебного процесса. Мой коллега Дмитрий Базов 5 лет назад первым из красноярских журналистов узнал о происшествии на гидроузле. И сегодня он пытается понять, почему приговор виновным до сих пор не вынесен. 8 часов 15 минут утра. 17 августа 2009. Катастрофа на труднейшем в России гидроузле. Такого никто не мог представить даже в страшном сне. Ранним утром вода ворвалась в машины с зал плотины. В этот момент там находились десятки людей. Спастись удалось идти. Вообще не умею плавать. Я даже не понимаю, как я смогла там вообще грести. Такие большие сооружения гидротехнические поднимало, болтало, просто било, стены разрушало. Бетонные плиты несколько десятков тонн поднимало, как пушинки, их разбрасывало. В сердце станции машинный зал превратился в развалины. Авария произошла на втором гидроагрегате. Внезапно сорвала крышка турбины и машина, вес которой переваливает за тысячу тонн, взлетела как теннисный мяч. Первыми на место ЧП приехали спасатели из Черемыша-Десе на ГОСТа. Через несколько часов к ним присоединились красноярцы. Именно они доставали из-под завалов погибших этапных людей. Вот это, видать, вода в перемешку с железом, кирпичом. То есть она людей разрывала на части. В трагедии погибли 75 человек. Маленькие черемушки никогда не видели столько траурных процессий разом. Спасибо вам за бездарное такое руководство. Вы совсем не на своем рабочем месте. Вас близко нельзя допускать. И вас, дорогой товарищ, должности нахватали. А с людьми работать не умеете. С оборудованием работать не умеете. Вопросов, почему произошла столь крупная техногенная катастрофа, задавалось много. И если сначала все пытались свалить на несовершенство техники, то потом дело повернулось по-иному. Большую часть ответственности за аварию несут топ-менеджеры от энергетики. Следствие ввели целых три года. 1213 томов. Сотни экспертиз. Только летом 2013-го начались судебные слушания. На скамье подсудимых бывший директор Николай Неволько, главный инженер Андрей Митрофанов, два его заместителя Геннадий Никитенко и Евгений Шерварли, а также начальник службы мониторинга Александр Матвиенко и инженеры Владимир Белобородов и Александр Клюкач. Следствие посчитало, что действия именно этих людей и привели к событиям августа 2009-го. Однако процесс продвигается с большим трудом. Родственники погибших считают, что его затягивают на мере. Адвокаты Абакана откровенно саботируют процесс. Не являются на заседании под разными причинами. То больной, то в отпуске, то у него там еще что-то случилось, зоб заболел. 4 и 5 августа 2014 года были сорваны судебные процессы. По информации, которым неизвестно, они были сорваны ввиду направления председателем адвокатской палаты Марушан, двух адвокатов на Грузовой и адвоката Сагадеева на спортивные соревнования. Родственники погибших даже выходили на пикет с требованием наказать виновных трагедии. Тем временем в деле о трагедии на Саяно-Шушенском гидроэлектрокомплексе появилась новая и очень неприятная для родственников погибших людей деталь. Некоторые обвиняемые могут уйти от ответственности. Например, экс-директору станции Николаю Неволько исполнилось 60 лет. И теперь у него появилось право на амнистию. Кроме Николая Неволько, пенсионный порог преодолели Андрей Митрофанов, Евгений Шерварли и Владимир Белобородов. Но сначала подсудимым придется дождаться обвинительного приговора. Таковы требования постановления об амнистии, объявленные в связи с 20-летием Российской Конституции. К тому же проходящие по делу топ-менеджеры не признают вину. Между тем, только прямые потери при аварии оцениваются в 40 миллиардов рублей, а гидроузию до сих пор не восстановлен. Погибших людей уже не вернуть, и родственники твердо намерены добиться обвинительного приговора. Дмитрий Бузов, Денис Корнилов, Вести Красноярск. События недели.